ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА К ФИЛИПИЙЦАМ Да, посланием радости, потому что в этом послании апостол Павел очень много пишет о радости. Он говорит, радуйтесь, потом добавляет, еще говорю вам, радуйтесь, такое радостное послание. И при этом важно помнить, где Павел писал это послание, кто помнит? Да, находясь в темнице, казалось бы, чего радоваться, ты сидишь в тюрьме, нужно как раз писать трактаты о страданиях, об испытаниях, об искушениях. Чего радоваться, когда ты находишься в темнице, да еще несправедливо там посажен. Но апостол Павел знал, что для радости Божьей нет неподходящего времени и нет неподходящего места. Даже в церкви на собрании воскресенья мы можем радоваться. Посмотри на Близнева, насколько он радостный. Скажи, если он печальный, скажи, ты что печалишься-то сидишь? Павел в тюрьме радовался, а ты на собрании сидишь часто печален, скажешь, не знаю, что-то печальное я тут сижу, трудно мне там, тяжело мне. Есть кому сейчас очень трудно и тяжело поднимите руки? Есть несколько. Вот для вас сегодня особенное собрание. Остальные тоже можете послушать. Но для вас особенное собрание. Филиппийцам 3 глава 1 стих. Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Радуйтесь о Господе. Добавляет. Радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно. А для меня проповедовать не проблема. Опять об этом. А для вас назидательно. Скажи ближнему, это назидательно для тебя о радости. Скажи, опять пастора радости. Что такое опять про радость? Не дает мне попечалиться спокойно тут посидеть. Мы тебе не дадим попечалиться тут посидеть. Мы тут радостные все. Аллилуйя. Писать вам о том же для меня не тягостно. А для вас назидательно. Бог, дай мне силы все это упроповедить сказать, а потом уже радоваться. А для вас назидательно. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом. И не на плоть надеющиеся. И вот вы знаете, здесь апостол Павел после того, как написал о том, что мы должны быть радостны в Господе, а Господи всегда, во втором стихе он пишет о трех ворах. Три вора, которые похищают нашу с вами радость. Причем, вот заметьте, в синодальном переводе написано «берегитесь». Но в греческом здесь немножко по-другому. Здесь написано «будьте осмотрительны», «будьте внимательны». То есть не то, что мы должны бояться. Ой, мы боимся, мы боимся, мы боимся. Нет. Мы просто должны быть внимательны, чтобы не допустить эти три вора в наше сердце. Иначе эти три вора украдут нашу с вами радость. Что же это за три вора? Первый вор. Берегитесь кого? Псов. Скажешь, ой, пастор, я всегда собак боялся с детства, да? Боюсь псов, по частному сектору не хожу, собак боюсь. Ну, конечно же, мы понимаем, что не про собак здесь пишет апостол Павел. Вот если мы с вами откроем Евангелие от Матфея, седьмую главу, и посмотрим шестой стих, известное место из Нагорной проповеди, где Иисус говорил, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Я не знаю, почему-то часто вот в Писании, когда говорится о псах, тут же упоминаются и свиньи. Потому что как-то они вместе всегда, там, где пёс, там и свинья. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. И вот смотрите, здесь Христос сравнивает людей, которые попирают то, что для нас свято, которые давят и издеваются те, что для нас это что-то особенное, он их сравнивает с псами и свиньями. То есть псы и свиньи – это такие скептики, когда ты приходишь и делишься с ними чем-то очень сокровенным для себя. Они смотрят на тебя с высокомерием, могут издеваться, могут смеяться. И вот вы знаете, я вам скажу, что с одной стороны, Библия побуждает нас проповедовать Евангелие везде, по всей земле. Но это не означает, что мы с вами должны со всеми людьми делиться тем сокровенным, тем удивительным и дорогим, что Бог совершает в нашей жизни. Помните, апостол Павел говорит, что мудрые же мы проповедуем. Среди кого? Между кем? Между совершенными. То есть, понимаете, с одной стороны, мы должны свидетельствовать о Боге, о Евангелии, о спасении со всеми – друзьями, сослуживцами, одноклассниками, соседями, родственниками. Но с другой стороны, важно быть мудрым, потому что в жизни каждого из нас Господь производит какие-то очень важные вещи. И мы должны быть мудры, когда делимся этими вещами. Вы знаете, у меня в жизни очень много дорогих для меня духовных переживаний, но об очень многом я никогда не проповедую здесь. Я часто это говорю со служителями, то, о чем я не говорю в церкви, о каких-то внутренних своих вещах, о молитвенных своих переживаниях. А есть вообще очень близкие для меня люди, и с ними я еще больше делюсь. Не потому что я пытаюсь что-то скрыть, не потому что я пытаюсь какие-то вещи утаить, но потому что я смотрю, с кем можно о чем разговаривать. Есть вещи, о которых можно говорить публично, а есть вещи, которые можно делиться только с близкими для тебя людьми. Потому что если ты поделишься с псами, то они просто будут издеваться, они просто будут насмехаться. И некоторые верующие, которые начинают какие-то откровения переживать в молитвенной жизни, так наполняются радостью, что делятся этим совсем, и с удивлением обнаруживают, что многие начинают с усмешкой относиться вот к тем духовным сокровищам, которые Бог им дает в их духовной жизни. И теряется радость. И люди начинают сомневаться. Ой, я-то думал, что все так удивятся, прослезятся. А некоторые ухмыляются, кто-то вообще насмехается, кто-то там у виска крутит. И почему так происходит? Да просто потому, что есть так называемые вот эти псы. Есть вот эти люди циничные, скептичные. Конечно, говори им Евангелие, но береги сердце, чтобы там не наплевали тебе внутрь. Не наплевали в твое сердце. Они и радость украдут, и много чего могут украсить в твоей жизни. И мир, и покой могут украсть. Потому что, вы поймите, цинизм всегда в моде. Циникам всегда быть модно. У нас в нашей литературе одни из главных героев. Онегин, Евгений, Печорин. Кто это? Это циники. Это люди, которые, говоря словами Александра Сергеевича Пушкина, Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований. Того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, Но я привык к его язвительному спору И к шутке с желчью пополам И к злости мрачных эпиграмм. То есть вот эти циники, знаешь, их ничем не удивишь. Ой, духовные переживания. Она же что-то объелся, может быть, чего-то. Или еще что-то такое. Ой, у тебя там какие-то молитвенные откровения. Да ты что? Ты там сам себе все это понапридумывал. И вот такие, знаете, скептичные, циничные люди, которые насмехаются, насмехаются на всех. Их уже ничем не очаруешь. У них очень ядовитые слова. И, к сожалению, ты думаешь, я им еще больше расскажу, тогда они поймут. Ты им еще больше рассказываешь, а они еще больше над тобой смеются. Почему? Да потому что Иисус говорит, да не бросай ты под ноги псам свои драгоценные жемчужины, свои драгоценные духовные переживания, свои духовные откровения. Имей мудрость с кем о чем говорить и с кем о чем делиться. Я на всю жизнь запомнил, когда мы, помню, в школе изучали знаменитое наше произведение Грибоедова «Горе от ума», то Белинский, разбирая личность Чацкого, он и говорит, что проблема Чацкого в том, что он говорил с людьми, которые были не готовы его слушать, и в итоге все эти люди его кем объявили? Сумасшедшим. В чем проблема? Проблема в этих людях? Да во многом, и я согласен с Белинским, проблема в самом Чацком, который делился с людьми скептичными, циничными какими-то вещами, и его объявили сумасшедшим. Так вот точно так же порой мы сами отдаем людям свою радость, и они там крутят у виска, могут объявлять нас сумасшедшими, потому что просто-напросто есть для всякой вещи свое время и свое место. И это называется мудростью. Не имеешь мудрость, ну бросишь свои жемчужины псам. Это происходит, к сожалению, когда люди насмехаются, люди издеваются, вот эти циники, да? И причем, знаете, вот эти циники, они какими кажутся? Они кажутся такими зрелыми. Они ведь столько много повидали. А на самом деле цинизм – это не зрелость, это искалеченность. Циник – это всегда человек, искалеченный в любви, искалеченный в каких-то чистых и святых своих устремлениях. Над ним часто, над самим в свое время посмеялись, поиздевались, и он продолжает издеваться и насмехаться над другими людьми. И вот эти вот псы, вот эта категория людей, да? Это люди, ворующие радость. Смотрите, апостол Петр тоже пишет о псах. Второе послание Петра, вторая глава, 22 стих. Петр, 2-2-2. Второе Петра, вторая глава, 22 стих. Но с ними, здесь Петр пишет об определенной категории людей, как раз вот эти циники и скептики, случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину и вымотая свинья, видите, опять псы вместе с свиньями, идет валяться в грязи. Есть и такие люди, которые приходят в церковь и поначалу вот тут как-то вот огонь первой любви, жажда служить Господу, а потом они сталкиваются часто с каким-то, может быть, лицемерием или с чем-то неправильным, потому что церковь на земле еще не совершенна. Почему? Почему? Почему церковь на земле не совсем совершенна? Да потому что мы с тобой в ней. Очень просто. И кто из вас может сказать, что в своей жизни, когда он уверовал в Иисуса Христа, он все делал идеально? Нет. Мы часто делали неидеально, и я вам скажу по секрету, и еще будем делать неидеальные вещи. Почему? Да потому что мы с вами люди. И вот часто люди, которые приходят в церковь и видят, что ой, а тут оказывается есть лидер, который неидеальный, и у пастора бывают не все там шутки в проповеди могут быть совершенными, и он видит, ой, тут недостаток, там недостаток. И эти люди говорят, а, понятно со всем этим христианством. И тут тоже ничего светлого, ничего чистого, и, как пишет апостол Петр, снова возвращаются в свою грязь. То есть псы – это часто разочарованные в христианстве люди. Но проблема их не в том, что там они что-то не то увидели. Все мы что-то не то видим порой. Все мы даже в христианстве сталкиваемся с тем, что нам чуждо, нам неприятно. Но глупо думать, что за этим ничего нет больше. Это как-то я рассказывал. Помните, у нас были сложные в свое время отношения, что-то мы как-то поссорились с моей супругой, с Дианой, и мы тогда были в Америке, и я проповедовал на одной из больших таких конференций, там пастырских, мне дали такую привилегию. Там было несколько сот американских пастыров, и я служил, я учил их. И Майлс Хьюстон, помните, дедушка ему в прошлом году исполнилось 90 лет, такой служитель, полная огня. Он мудрый человек, он заметил, что между нами какие-то сложные отношения. Он говорит, Виктор, вот у меня есть апартаменты на берегу океана, в Мёртл Бич у него как раз тогда были. Он дал нам машину и сказал, езжайте туда и просто какое-то время побудьте. И вы знаете, мы приехали, это был не сезон, там берег океана, никого не было. И всё, что там можно было делать, это несколько дней мы просто гуляли вдоль берега. И однажды, я помню, гулял вдоль берега, я увидел, что у океана на берегу, знаете, всякая пена, всякие какие-то щепки, мусор. И когда ты идёшь вдоль берега, иногда кажется, что океан — это сплошные щепки и мусор, и пена. Но на самом деле это только здесь. А там миллионы, даже, наверное, миллиарды тонн воды. Но мы не видим её. Мы не видим глубину. Мы видим только вот эту пену у берега. И когда я помню шёл, я думал, точно так же, вот порой в наших отношениях я со своей женой, придираясь там каким-то мелочам, придираясь там каким-то щепкам, и не ценю то большое и великое, что Бог нам даёт. Не ценю эти все вещи. И вот эта картина, она меня так сильно изменила, потому что глупый человек, идя вдоль берега, думает, что океан — это просто тот мусор, который он видит, прибитого к берегу прибоем, да? Потому что мы понимаем, там есть тонны воды. Я вам скажу честно, я в своей жизни видел много чего нелицеприятного и в христианской жизни, и в жизни каких-то служителей церкви. Но это не остановило меня. Это не привело в моей жизни к разочарованию в вере и в церкви. Потому что я понял, нужно эту пену пройти. Как у французского писателя Борис Вивиан, есть такая целая книга, называется «Пена дней». Всегда есть пена дней. Вот тут где-то вдоль берега, вот эта пена дней. Но если ты перешагнешь и пройдешь, там есть тонны чистой воды. И в христианстве точно так же. Послушайте, Бог великий, Бог безграничный. Да, порой мы сталкиваемся с несовершенством людей, с неидеальностью проповедниками, с ошибками, с какими-то плохими вещами. Но безумие посчитать, что там вот ничего больше нет, что весь океан — это сплошные щепки, пена и грязь. Это не так. А вот эти псы, они так и решают. Ой, да мы знаем. Ой, да мы были в церкви. Ой, да я там в церкви целый месяц был, понял, что там все то же самое. Глупый ты человек. Да, тут такие же люди. Слава Богу, мы не церковь марсиан с вами, да? Не церковь лунатиков. Да, мы земные люди. И у нас порой бывают земные недостатки. Но в чем отличие людей здесь от людей за пределами этого здания? Мы люди, которые стремятся искать Господа, преодолевать все несовершенства. И в себе прежде всего. Да, мы не идеальные, но мы стремимся. Да, мы несовершенные, но мы стремимся. Почему? Да потому что там есть тонны Божьей любви. Там есть просто океан Божьей благодати и Божьей милости. И так смешно смотреть этих скептиков. Ой, да я был в церкви. Ой, да я знаю. Ха, вернулся в свою грязь. Драгоценные, очень мудро ведите себя с такими людьми. Библия говорит, худые сообщества что делают? Да. Эти сообщества, они прежде всего воруют твою радость, воруют твое упование, воруют твой мир. И если ты большую часть своего времени вне церкви проводишь с псами и свиньями, которые вернулись в свою грязь, а мы были там, а мы знаем там, а мы слышали это все, а мы видели, мы видели все это. Ну и что, будешь ходить с таким печальным лицом? И потом в конце концов можешь сам в собаку превратиться. Собачье сердце, помните? Вернешься опять в собаку. Бог только из тебя новую тварь сделал, а ты можешь опять вернуться и стать шариком. Драгоценные, пусть Бог нам даст мудрости быть внимательными с псами. Если это скажут, аминь. Скажи ближнему, будь внимательным с псами. Дальше. Второй вор радости. У нас в синодальном переводе написано «злые делатели». И такой образ человек что-то делает, но злой такой. Как какой-нибудь Кощей Бессмертный. Масса деятельности у него. Но не совсем так. Дословно здесь плохие работники. Вот дословно в греческом стоит «плохие работники». Знаете, большую часть жизни мы проводим во сне и на работе. Так получается. Во сне и на работе. Если мы берем нашу сознательную часть дня, то, конечно же, это работа. И вы знаете, так ужасно, когда люди ходят на работу в место, где им скучно, неинтересно, когда они просто берут себя за шкирку и заставляют себя идти в то место. Почему? Да потому что Библия говорит, Бог нам дал дары, Бог нам дал таланты. Причем Бог дал каждому человеку. И Бог призвал нас эти дары и таланты, что пускать в оборот. Это и есть работа, когда мы употребляем наши дары и таланты в этой жизни. И когда мы ничего не делаем, когда мы плохо чего-то делаем, когда мы не поймем, когда мы, знаешь, вот как мы говорили, в Советском Союзе была поговорка «Делаем вид, что работаем, и нам делают вид, что платят». Это же такая несчастная жизнь. Люди часто не хотят, они плохо работают, плохо делают. Вот плохо делают. Вот вы знаете, мне иногда вот так горько, когда мы смотрим на то, что происходит в нашей стране. Потому что я очень люблю наш народ, очень люблю нашу страну. И куда бы я ни ездил, на каких бы конференциях я ни бывал, вот моя супруга знает, меня всегда тянет домой. Всегда. Был недавно в Прибалтике, так вот тянет домой. Вот хочется. Скажешь, Виктор, а там что хуже? Часто лучше. Но тянет сюда. Потому что я абсолютно убежден, что наш народ, он очень одорованный, очень талантливый. Но, к сожалению, как показано в знаменитой сказке Лескова «Левша», вот эти вот дары и таланты, они никому порой не нужны. И если в сказке «Левша», то это бы Левшу взгнобили. Часто вот в современном, нашей, в современной российской действительности эти левши, они куда-то уезжают за границу туда, где их таланты востребованы. И мы часто слышим, что многие там основатели каких-то крупного, известного бизнеса, интернет-компаний, каких-то вот целых интернет-движений, это выходцы из нашей страны. А у нас часто вот как бы вот, вот как по поговорке, и так сойдет. Вот такие дороги, что мы вот ездим, да, вот сейчас вот весна, все тает опять. И, как у нас традиционно, асфальт тает вместе с снегом, и опять едешь по всевозможным ухабам. Говорят, что же мы ездим по ухабам? Ну, у нас климат такой. Люди всегда себе найдут оправдание. Вот у нас климат такой. А что так грязно? Ну, у нас климат такой. Такое чувство, что мы в каком-то особенном богом проклятом месте живем. Где самый ужасный климат, где самая грязная грязь. И снег у нас тоже черный тут, почему-то выпадает с неба. Или нет? И часто вот, а кто виноват? Ты думаешь, кто-то должен виноват быть. Либо Бог виноват, что нам такой черный снег тут посылает. Либо какие-то враги нам мешают. А вот так вот подумать, а может мы плохо работаем, а? Как вот рассказывали, что у нас вот проспект космонавтов. Одну сторону делали пленные немцы в свое время, а вторую наши. И вот то, что пленные немцы делали, практически никогда не ремонтируют. А нашу постоянно ремонтируют. Я не знаю, конечно, может быть, то, что я слышал еще давным-давно, когда был школьником, это советская легенда, но почему-то в нее верится. Почему-то верится в эту легенду, а? И мы такие, ой, мы великие, мы такие особенные, мы такие все растакие, но у нас там все западное, часы западные, машины там корейские, техника японская, бытовая техника во многом у нас какая? Немецкая. Гаджеты, телефоны американские, многое из всего этого сделано в Китае, а мы великие, мы этим всем пользуемся. Почему нету этого всего нашего-то? Почему лучшие машины немецкие? Почему лучшая техника какая-то западная? Все, чем бы мы ни попользовались, все лучше. Что мы такие тупые, бесталанные? Да нет же! В чем причина? Плохая работа. К сожалению, это так. Ну, вот так вот происходит. Я в свое время хотел повесить у нас, где вот церковные слушатели собираются, место из Еремея 48, 10. Такое обличающее место. Написано, «Проклят, кто дело Господне, делает небрежно». Но меня отговорили, меня отговорили служители, говорят, «Пастор, это как-то не вдохновляет». Вот, не вдохновляет. Ты скажешь, «Виктор, окажется, дело Господне можно делать небрежно». Конечно! Потому что вы поймите, некоторые люди говорят, есть такие люди, причем всегда, вот сколько у нас церковь не существует, 27 лет, всегда такие подходят, говорят, «Виктор, я чувствую, Бог желает, чтобы был служителем в нашей церкви». Я говорю, «Почему?» «Да у меня нигде ничего не получается, везде выгоняют». И он как бы в этом видит знак Божий, что ему нужно в церкви. Драгоценные. Вы знаете, вот я абсолютно убежден, что вот одна из миссий, которая на нас, на евангельских верующих, на протестантах, лежит в этой стране, это помочь людям хорошо здесь работать. потому что одна из ключевых вещей, о которых говорили о циреформации, это была работа. Мартин Лютер в свое время заявлял, неоднократно причем, что труд сапожника, который делает обувь, или молочницы, которая приносит молоко, это такое же служение Богу, как пастор, проповедующий в церкви. такое же, потому что настоящее служение, пастырское, это труд, это не просто красоваться на сцене, это большая работа, но любой ваш труд, чем бы вы ни занимались, педагоги, менеджеры, бизнесмены, учителя, врачи, чем бы вы ни занимались, строители, это такое же служение Богу, и Священное Писание учит нас все это делать хорошо, не как для людей, а как для Господа, потому что этим мы вносим свой вклад. И, к сожалению, когда вокруг нас куча плохо работающих вот этих людей, плохие работники, плохие профессионалы, а у нас еще у верующих, да, какая разница, все равно мы на небо пойдем, главное молиться. И вот есть вот такие верующие молитвенники, которых не хотят ни на одну работу брать, они называют это гонениями. Это, брат мой, не гонение, это проклятие лени в нас сидит. Нужно учиться. Что такое профессионализм? Так это и есть талант, пущенный в оборот. Это и есть профессионализм. Дар, пущенный, пущенный в оборот. Некоторые говорят, ой, Виктор, тебе хорошо, вот тебя там в разные страны приглашают, там недавно мне один написал, ты вообще из Америки не вылазишь, хорошо тебе рассуждать. Во-первых, я в Америке не так часто бываю, а во-вторых, вы понимаете, ведь очень много пасторов, далеко не всех везде приглашают. Я к чему говорю? К тому, что важно вот то, что ты делаешь, прикладывать к этому труд, быть хорошим работником. Ой, пастор, я тут плохой работник, потому что работа плохая. Если бы я оказался на хорошей работе, то я бы был бы тоже плохим работником. Потому что, когда у тебя вот такой негативный подход, ты ко всему так относишься, ко всем вещам. Нет, если бы я там работал, ух, бы я всем показал. Да ты бы точно так же все и делал. Точно так же все и делал. И, к сожалению, это одна из проблем нашей с вами страны, и как ни мы, ни евангельские верующие, протестанты, которые в действительности и как приравняли к проповеди работу, мы должны показать, что это благословение работа, а не проклятие. Не быть вот этими плохими служителями, плохими работниками. Все делать как-то неважно. Поэтому пусть Бог благословит вас. Потому что всегда, когда тебя окружают люди плохо работающие, когда для тебя что-то важно, а им совершенно не важно, когда ты что-то делаешь посвященно, а они делают спустя рукава, это, к сожалению, крадет нашу радость. Крадет. Крадет нашу радость. Поэтому важно окружать себя такими людьми. И сам, самому прежде всего, быть хорошим работником. Чтобы на тебя не смотрели, ну все, после этой проповеди вот с тем братом точно не общаемся. Ужасно, когда про нас так думают, да? Хорошо. Точнее, плохо. И третье. Третье. У нас написано, берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания. Вы знаете, здесь дословно стоит другое слово. Не обрезание. Я вот вам прочитаю сейчас, современный перевод этого места, второй стих. Берегитесь собак, берегитесь плохих тружеников, берегитесь, очень интересно, послушайте, членовредительства. Истинно обрезание, это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Вот интересно очень, вот в стихе втором и в стихе третьем у нас в синодальном переводе стоит одно и то же слово, да? Обрезание. Но в греческом оригинале не так. Павел здесь использует игру слов. по-русскому говоря, обрезание и вырезание. Потому что вот это слово греческое, которое используется во втором стихе, берегитесь обрезание. На самом деле там перевод другой. Это увечье, вырезка, разрезание. То есть как бы апостол Павел говорит, берегитесь этого разрезания. И дальше в третьем стихе, потому что обрезание, и тут уже обрезание. То есть, смотрите, он говорит о том, что вот люди часто под каким-то духовным видом, да, показывают сплошные плотские вещи. И смотрите, вот еще раз современный перевод прочитаю. Берегитесь членовредителей, истинно обрезание это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе и Иисусе, а не полагаемся на внешнее. У нас в синодальном переводе какое слово здесь стоит? Плоть. В современном а не полагаемся на внешнее. И вот смотрите, здесь апостол Павел показывает, что мы должны опасаться людей, которые во главу угла ставят внешние вещи. Вы знаете, как это особенно актуально в наше время. Мне кажется, что в наше время все акценты поставлены на внешнем. Особенно с появлением интернета. Сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя лайков, сколько у тебя перепостов. Вот настолько ты успешный, настолько ты успешный человек. человек. И вот постоянно там какие-то вещи фотографирует, как будто духовная жизнь, это картинка такая. Вот я говорю, например, взять утром, положить Библию, рядом кофе поставить, ручку какую-нибудь и написать. Утро начинается с Богом. И ты понимаешь, что этот человек там это все выкладывал на столе, фоткал минимум час у него заняло, чтобы вот это все сделать. Там уже о изучении Библии, о молитве, там еще речи не было, нету там все ушло в картинку. И потом ты такой смотришь такие картинки у людей и думаешь, о какой духовный человек. Но недаром сегодня смеются над многими популярными инстаграмщиками, потому что в действительности у них их реальная жизнь совершенно не соответствует тому, какие они картинки там постят в инстаграме. Совершенно не соответствует. Часто там очень много подлога. А мы порой смотрим, а у меня опять утро не так началось. Мне очень понравилось, когда, помните, на молодежной конференции Алексей Романов, пастор молодежный из Москвы, показал фотографию пасторской семьи. Помните, да? И вот семья, семья пастора, да? И вот по сути вот эти пасторские фотографии или вообще таких фотографий счастливых семей, где такие красивые все, папа, мама, красивые дети такие, и все они там либо все в каких-нибудь таких белых рубашечках, либо у всех какие-нибудь красные бантики. Ты думаешь, ну почему у меня не так? У меня детей не соберешь, там то-то поссоримся, кого-то надо нашлепать, кто-то ревет, кто-то без конфеты к нам не идет вообще, а тут просто идеал. В действительности драгоценная это всего лишь что? Это всего лишь картин. И такие картинки, они столько лайков набирают. О, чудесная семья, о, прекрасная пара. Да с чего вы решили? Просто красивая фотография. Просто красивая фотография. это? Ну это же так популярно. Драгоценные. А с какого момента популярность стала мерилом истины? А? Мы что, действительно думаем, то, что нравится многим, это и есть хорошо? кто? кто из политиков в 30-е годы прошлого века был самым популярным в Германии, за кого все голосовали и была массовая поддержка? А? Адольф Гитлер. А в 20-м веке самый популярный китайский политик кто? Мао Цздун. А в Корее Ким Ир Сен. Вот эти люди тираны. Тираны. Но они получали массовую популярность. Это иллюзия считать, что то, что популярно, вот эти акценты на внешнем. Да наоборот, драгоценные. Я много раз в своей жизни замечал, что все самое лучшее далеко не самое популярное. Мы помним, когда начали с молодежи смотреть фильмы, они говорят, пастор, где ты берешь такие фильмы? Мы слыхать, не слыхали об этих фильмах, такие классные фильмы. А я показываю фильмы 60-х годов, 70-х годов, 50-х годов, итальянского неодиализма мы смотрим фильмы. Я вот еще недавно вот один фильм хочу, Михаил, показать интересный фильм молодежи, просто посмотреть. Он правда черно-белый, но современнее всех цветных 3D и 5D. Откуда ты это берешь? Мы не знаем об этом, мы не слышим, об этом не пишем. Да потому, что драгоценная массовая популярность вообще никакое не мерило качество. ну сделает у нас там концерт какой-нибудь там второй симфонии Прокофьева и концерт Филиппа Бедросовича Киркорова. Кто будет популярнее? Где людей больше соберется? Понятно же где? И что? Это какая классная музыка? Да, она просто массам нравится. Почему? Да потому, что в массах своих люди музыкально не развиты. У нас, говорят, группа Ленинград приезжает в начале лета, и они даже сняли у нас вот эту арену, как она, Екатеринбургская наша, Екатеринбург-арена. Что это такое? Это просто не знаю, как сказать, чтобы гоп-музыка, я так это назвал. Ну, так же прекрасно, так же хорошо. А, этот шнур, он же там, у него философское образование, да мне все равно на его образование. Он играет. Но это не музыка вообще. Ну, это же многим нравится, даже вот арена, вот ради концерта там Шестаковича или Чайковского не снимают. Хорошее очень часто, чаще всего, в основном, практически всегда. Непопулярно драгоценное. Точно так же касается и истины, и истины. Вот. О, популярность, популярность. О, часто известнейшие проповедники, большие имена, огненные конференции, так все распиарено, так много людей там присутствует. Да я вам честно хочу сказать, бабса всегда популярна. ты скажешь, пастор, что нам не делать конференции? Драгоценные, мы делали конференции, мы делаем и будем делать. Но я вам хочу честно сказать, не в этом суть нашей веры. Я не так давно в одном из интервью, которые дал мой любимый музыкант Борис Борисович Гребенщиков, прочитал такую вещь, послушайте, что сказал Гребенщиков. Играть стадионом очень хорошее дело, милое, интересное. И чувствуешь себя великаном, или по крайней мере умным человеком. Но когда сидишь в комнате небольшой величины, то по моему опыту передается значительно больше. Часто получается, что обстоятельства заставляют нас, он имеет в виду их группу «Аквариум», играть в каких-то больших помещениях. Но в глубине души я всегда предпочитаю место, где можно в 3-4 инструмента создать гармонию, которой еще не было, и она будет живая. Это, к сожалению, так. Ни на каких конференциях, ни на каких больших огненных собраниях наши жизни не поменяются. Помните, у Высоцкого такая есть песня «Конференция» «Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю». Помните, да? Конечно, с одной стороны, хорошо, когда мы собираемся, мы славим Господа, но мой опыт показывает мне, что все самое ценное происходит реально в небольших помещениях. Вот даже когда мы сидели и вспоминали с Михаилом про молодежные конференции, как мы начинали их 10 лет назад, и вот та команда, которая до сих пор вспоминает, как мы собирались у нас в доме тогда, и мы общались, пили чай, я показывал какие-то свои фильмы, да, это намного больше часто повлияло и сформировало, а это было просто в небольшом помещении. И мне, помню, один человек сказал, пастор, «Встречи у вас в доме, который мы проводили перед молодежными конференциями или после, на меня оказали намного большее влияние, чем даже сами конференции». Конференции – это хорошо, но, поймите, когда мы делимся от сердца в сердце, это не может быть на огромных манежах, это что-то личное. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Это что-то личное. Я очень ценю, когда мы собираемся здесь с лидерами, со служителями, и я могу делиться какими-то вещами сокровенными из своего сердца. Я знаю, что это не может произойти там, где огромный стадион. Не может произойти. Я не к тому говорю, что теперь нам не нужны большие конференции. Я говорю это к тому, что не нужно главный акцент ставить на внешнем, на картинке. Понимаете? На внешнем. Вот, к сожалению, христианство это тоже касается, когда вот ставится акцент на внешнем. Вот, есть какой-нибудь брат, Алексей, подойди, ты тоже в пиджаке, поэтому ты подойдешь. Подними сюда, на сцену. Вот представьте себе, вы не знаете ни меня, ни его. Посмотрите на нас. Вы нас не знаете. Вы можете определить, кто служит Богу, а кто не служит Богу? Нет? не можете. А теперь, смотрите, поправь. А теперь вы можете сказать, кто из нас служит Господу, а кто нет? Теперь ясно. Святой язычник. Правда же, да? Сразу видно. Спасибо, брат. Укрепляйся, вери. Вы знаете, не случайно, я думаю, почему? Да потому что выделяться внешним намного проще, чем внутренним. Намного проще. А когда, еще можно, Алексей, секундочку, да? А вот когда есть просто обычный человек, и ты верующий, вот выделиться в той же одежде, в таком же пиджаке, тоже джинсы, да? Выделиться внутренним. Вот это чего-то стоит. Понимаете? Когда мы говорим о нашей вере, не нашим внешним видом, не нашим обрезанием, не нашей одеждой, не нашей кипой, не нашим клобуком, не нашей рясой, не нашей колорадкой этой пастырской, а выделиться, что ты веришь Богу, как? Своей семьей, своим сердцем, своим отношением, своим служением людям, своей любовью. Вот это намного сложнее. Намного сложнее. И, к сожалению, многие выбрали в христианстве путь внешнего, отличия. Как узнать там где-нибудь на пляже, верующие или неверующие? Крестик. Сразу видно. Это неверующие тут сидят, пьют водку, а это христиане напиваются. С молитвой на бережку сидят. Ну и что? Что внешне они никак не... Что они делают одно и то же, да? С крестиками же сидят. Это путь, к сожалению. И, послушайте, Иисус всю жизнь предупреждал нас беречься чего? Фарисейство. Фарисейство, закваска фарисейская. Это и есть внешне один, а там совершенно другой. Тут все благочестиво, тут все... Колорадка тут, все хорошо. Вот. Мне говорят, пастор, что что-то не носит колорадку? Да я хочу, чтобы вы меня так отличали. Так. Ну, это сложно. Я постараюсь. Я буду стараться. Потому что, по сути, верующие, это тот, кто и стремится, чтобы наш, как Павел говорит, обрезание, оно должно быть внутри, в сердце, а не внешнее. Точно так же все эти красивые вещи внутри должны быть, сердце должно быть золотым, а не одеяние. А когда вот там то же самое, что в мире, ну, приходится нам ухищряться и в протестантизм точно так же это приходит постепенно. О! Как-то вот отличаться, как-то вот выделяться, показать, что ты герой веры, а не абы кто тут. Чтобы все было и всем было видно. И вот поэтому третий враг нашей радости это вот эти акценты на внешних вещах. Когда ты видишь все это, да, ой, какие прекрасные верующие, как они молятся, какие у них чудесные конференции, смотришь на свою жизнь, а у тебя проблемы, испытания, сложности, искушения, радость уходит. А? Перестань очаровываться внешними вещами. за этой картинкой чаще всего ничего не стоит. Старайся внутри, чтобы было большое изменение. И давайте вернемся к филиппийцам, третья глава. И я дочитаю по современному переводу. Давайте с третьего стиха. Даже можно начать со второго стиха, да? Берегитесь собак, берегитесь плохих тружеников, берегитесь членовредительства, ибо истинное обрезание это мы. Вот что истинное обрезание. Мы должны отличаться. Не внешность, не картинка. Мы. Потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе и Иисусе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я, добавляет апостол Павел, мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день родом израильтянин из племени Вениамина чистокровный еврей по отношению к закону фарисей, по ревности гонитель церкви, по праведности достигаемой исполнением закона человек безупречный. Но седьмой стих вы следите по серендальному переводу, я читаю по современному, но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, и что наверняка у него тоже в свое время воровала радость, я не думаю, когда он бежал в Дамаск, чтобы убивать христиан, он был очень радостным человеком, но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потери. Более того, я вообще все читаю потери, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа, и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона, нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного, знать Иисуса Христа, 10 стих читаете, то есть познать силу Его воскресения, и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигнули я как-то воскресения мертвых. Видите, Павел здесь показывает, уповать нужно не на внешнее, а на жизнь во Христе. Есть много людей, которые уповают на внешнее. Количество лайков, перепостов, просмотров, на это надо уповать. Ты никогда радости не будешь иметь, потому что кто-то тебя там перепостил, кто-то еще больше лайков получил, а кого-то еще больше смотрят. Какая тут радость. Но жизнь во Христе вот это настоящий фундамент. Когда у тебя есть основания, ты понимаешь, тебе не с кем соперничать. Ну и что, что там у кого-то чего-то больше, ну и что, что там кто-то известнее. Вы понимаете, даже если мы говорим про церковь, помните, апостол говорит, это все ваше, Павел, Аполло, помните, да? Все ваше. Не нужно с этим соревноваться, не нужно с этим соперничать. Поэтому, когда у нас есть жизнь во Христе, это радость в любое время. А все остальное, повторяю эти знаменитые названия французского романа «Пена дней». Если ты живешь пеной дней, ты постоянно будешь в тревоге, ты постоянно будешь в панике, ты постоянно будешь бояться, тебя кто-то обгонит, кто-то опередит, кто-то сделает лучше, кто-то сделает больше. Но когда есть жизнь во Христе, у тебя есть уверенность в нем и радость во Христе Иисусе. И все доскажут «Аминь». Давайте закроем глаза и склоним головы. И я бы хотел, чтобы ты сейчас подумал, кто из этих трех воров, воров для тебя в твоей жизни самый коварный. От кого из этих трех воров больше страдает твое сердце? Кто из них чаще всего тебя обворовывает? Павел написал все это для того, чтобы мы всегда имели радость. Радовались. Еще раз говорю, радовались. А для этого нужно быть внимательным. Может быть, кто-то сам не замечает, теряет свою радость через тем, что отдает псам свой жемчуг, позволяет псам, которые когда-то, может быть, были в церкви, вернулись, издеваться над духовными сокровищами, смеяться. чего-то удивляешься, что не ходишь радостный. Ты отдаешь под ноги то, что нужно хранить на самом драгоценном месте. У кого-то теряется радость из-за того, что просто плохая работа, так окружен какими-то вещами не реализуется то, что у тебя в сердце. Ты думаешь, когда-то в будущем ты сможешь на самом деле свершить то, что хочешь, а будущее никогда не наступает, ты все время живешь только в настоящем. Не нужно ничего ожидать, нужно сегодня стремиться, потому что плохие делатели, злые работники, которые окружают нас, это то, что ворует нашу радость. Ну и точно так же акцент на внешнем, когда внешнее превозносится вот это по плоти, обрезание плотское, какие-то внешние вещи, популярность ставится во главу угла, как сегодня, ведь люди готовы хоть что сделать на камеру, лишь бы стать популярными. Но послушайте, если бы Христос был популярным, его бы не распяли, люди кричали распни, если бы Христа все поддерживали, он бы так и не взошел на крест, но большинство кричало распни, истина, почти всегда в меньшинстве. Поэтому если для тебя мирила успеха эта популярность, ты не сможешь быть со Христом, и ты потеряешь радость. Потому что сколько бы ты лайков не получил, сколько бы там просмотров не было, всегда будут те, у кого будет больше и круче. в этой гонке нет победителей. Одни падают, другие проходятся по ним и бегут дальше. Мы находимся в другом сражении. Наша брань не против плоти, а против тьмы, против этого невежества, против мероправителей тьмы. Так написано у апостола Павла. Мы живем другим, у нас иные ценности. И только в этом случае никто не украдет твою радость. Всемогущий Господь, я прошу, касайся людей, моих братьев, моих сестер. Неважно, что сейчас происходит в нашей жизни, мы можем радоваться в любое время, в любых обстоятельствах, даже в темнице, как апостол Павел. Нашу радость воруют непроблемы, нашу радость воруют эти три вора. Они крадут нашу радость. И я молю, мой Бог, покажи моим братьям и сестрам, кто из этих воров наиболее страшен для них, чтобы они видели это и не позволяли больше ему обворовывать себя и красть эту драгоценную радость во Христе Иисусе. Благослови, 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 Иисус. Аллилуйя, благослови, Иисус. Касайся, Душа Святой, чтобы мы более всего хранимого хранили свое сердце. Из Него источники, из Него. И так важно, чтобы в нашем сердце был Бог, Он сидел на троне сердцем, тогда в этом сердце будет радость всегда, каждый день. Но когда мы во голову угла ставим внешнее, популярное, броское, то мы начинаем жить не по Христу, а по стихиям мира, без радости. Благослови, Господь, чтобы мы не позволили миру навязать нам свои ценности, навязать нам свои приоритеты. Мы не от мира сего, мы другие, мы другие. в нас Христос. Я молю, мой Бог, чтобы мы познавали этот высший мир, мир Божьего Царства. Аллилуйя! Я молю, мой Бог, коснись особенно тех, кто в последнее время не переживает этой радости во Христе. Пусть этот человек здесь услышит не просто меня, он тебя, Божий, услышит. Ты говори к нему, покажи ему те проблемы, те причины, которые обворовывают его, лишают его радости, и чтобы он не позволял больше этим ворам вероломно вторгаться в свою жизнь, в свое сердце и красть самое дорогое, потому что радость, Господи, это сила наша, это укрепление наше. Благослови, Господь, Аллилуйя, слава Тебе, всемогущий Бог, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе, Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь, всем сердцем, всей душой, пускай жизнь в единении с Тобой будет фундаментом нашей жизни и нашей радости. Благослови, Господь, когда мы смотрим на Тебя, мы можем всегда радоваться в любое время, при любых обстоятельствах. Слава Тебе, честь и хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Возьми руку ближнего, давайте помолимся все вместе. Я молю, мой Бог, чтобы мы были этим сообществом, мы были этим телом, единым организмом, скрепляемым, соединяемым, как клеточки в одну единую структуру в церковь, которая есть тело Иисуса Христа. Чтобы Божие среди нас были иные ценности, чем в этом мире. Мы ставили другие приоритеты. чтобы мы, чтобы это место, наша церковь была местом радости, ликования, торжества. Какая бы погода ни была на дворе, Господь, мы можем всегда радоваться, что бы ни происходило, даже когда тяжело, даже когда искушение, мы можем радоваться, когда не позволяем этим ворам залазить в наше сердце и обкрадывать нас. Нет, мы не пустим их во имя Иисуса Христа. Я молю, мой Бог, чтобы новая жизнь была местом радости. Не радости внешней, не радости на показ, а радости, которая является плодом Духа. Радости, которая является неизменным атрибутом Божьего Царства, потому что Царство Твое это праведность, мир и радость во Святом Духе. Слава да будет тебе великий Господь! Редактор субтитров